Переходим к нашей теме. 1,2,1,4 присоединения к сопряженным диенам. Значит, заголовочек вы списали в прошлый раз. Если взять бутадиен, плюс H-бром, то, возможно, два направления процесса. Сначала, конечно, присоединяется протон, поскольку это электрофильное присоединение, и образуется катион. Но в случае сопряженных диенов вот этот вот катион находится рядом с двойной связью. Здесь возможно сопряжение пустой электронной орбитали. Вот она пустая здесь, и здесь гантельки. Но каждая восьмерка, это разный смысл имеет. Здесь на каждой содержится электрон. Обозначим его там, допустим, вот так, стрелочкой. Электрон. Стрелочка вроде бы как спин. А эта пустая. Кто забудет, что это пустая, напишите, пустая. Вот они между собой взаимодействуют. Как они взаимодействуют? Пишем резонансные структуры, или по-другому их называть можно, предельные структуры. Соединяем их неравновесимой обоюдоострой стрелочкой. Получается у нас вот что. Получается, что плюс может быть долокализован между двумя атомами углерода этим и этим. Но ни в коем случае не этим. Ни в коем случае. Или можно еще раз. Сейчас у нас я как бы ликбез провожу, потому что вы это должны бы уже знать, но я-то представляю, что это не сразу, но не у всех. Второй способ изображения этой размазанной двойной связи вот такими точечками. И, соответственно, тогда я должен написать плюс одна вторая здесь и плюс одна вторая здесь. Эти, они как бы равноценные обозначения, но этой пользуются удобно. Здесь с валентностями все ясно, а здесь не ясно, какое наполнение у этих вот точек. Если есть возможность долокализации, и вот я сейчас просто переписываю второй раз вот эту структуру с плюсом, то атака бром-минуса, бром-минус, бром-минус может идти либо сюда, либо сюда, и это будет либо 1,2, либо 1,4 присоединение. В первом случае это CH3, CH, бром, выделю его, CH2, и во втором случае это CH3, CH, CH, CH2, бром. 1,2, ну, понятно, почему 1,2, 1,4 присоединения. Вот главное отличие сопряженных диенов от несопряженных, и уместно посмотреть вот на что. Вот на эту картинку. Энергетическая диаграмма реакции для 1,2, 1,4 присоединения. Вот исходная. Значит, картинку вы успеете запросто зарисовать, и мне ее не надо повторять на доске. Вот исходная точка. Здесь находятся бутадиен и H-бром. Исходные соединения. Поскольку мы знаем четко, что присоединение электрофильное идет через интермедиат, в данном случае интермедиат это катион, то вот место на координате реакции, которое соответствует катиону. Это катион делокализованный, единый, нет отдельно верхнего, нет отдельно нижнего, делокализованный катион. И этот катион дальше может реагировать с маленькой энергией активации, голубая, кривая, и давать продукт 1,2 присоединения. Ну, здесь справа налево написано, да, но продукт 1,2 присоединения. Энергия активации ниже. Но вещество получается термодинамически менее стабильное. А получить продукт 1,4 присоединения, для этого нужно большую энергию активации преодолеть. Но зато получается более термодинамически стабильный продукт. Вот его энергия на координате реакции. Значит, рисовать такую картинку, такая картинка будет у нас встречаться еще несколько раз в нашем курсе. И я больше не буду ее показывать. Там вот будем мы скоро с вами сульфировать какой-нибудь нафталин. Там будет то же самое, такая же кривая и тоже два продукта, но я их по крайней мере не буду картинку рисовать. Буду говорить, вот это случай, как в 1,2 1,4 присоединения. Вот этот продукт, который получается быстрее, почему он быстрее получается, меньше энергии активации, но он менее стабилен, называется продукт кинетического контроля или продукт кинетически контролируемой реакции. кто знает, ну вопрос риторический, я не буду ждать от вас ответа, что значит по-английски глагол to control. Значит, первое впечатление, что это контролирует, на самом деле to control по-английски управлять. Поэтому, когда мы говорим кинетически контролируемая реакция, это просто калька с английского, а по-настоящему надо бы сказать реакция, управляемая кинетикой, то есть большей скоростью. А большая скорость там, где энергии активации меньше. Образование этого продукта это продукт термодинамически контролируемой реакции, то есть реакции управляемой термодинамикой, то есть большей стабильностью. И это продукт 1,4 присоединения. Вот это первый случай. Значит, здесь вот вы запишите кинетикой, термодинамический контроль. Ну, термодинамический я никогда не пишу полностью, ТМД контроль. Вот. Понимать, что это такое и уметь рисовать такую кривую нужно совершенно точно донести это до госэкзамена, это первое. Насчет пенсии я не знаю как. А уметь рисовать такую на третьем курсе, если даже вас разбудут ночью в три часа и попросят объяснить, значит, вы немножко так, придя в себя, должны это уметь объяснить, нарисовать, после этого продолжать спокойно спать. Если не сможете рисовать, то берите книгу и читайте. Вот. Повторяйте, конспект берите. Итак, 1,2,1,4 присоединения. Что реально происходит на самом деле, когда идет эта реакция? Вот если есть у нас бромистый водород, я цифры, у меня здесь написано в шпаргалке, я их сейчас вам приведу, это не значит, что вы эти цифры должны буквально вот так вот запомнить, вы должны иметь представление, что это такое. Вот у меня написано минус 80 градусов присоединения аж бром. присоединение аж бром. Аж бром. 1,2 продукта 80%, 1,4 продукта 20%. 0 градусов. 70%, 30%, 60 градусов, 40 градусов, простите, 40 градусов, 20% 80%. 80%. Я обязан привести вам точные цифры, которых я, естественно, не помню, каждый раз смотрю точные цифры. Вы не обязаны эти точные цифры знать, вы должны знать тенденцию, которая заключается в том, что при низкой температуре, вот она, получается в основном 1,2 быстрее. при высокой температуре получается в основном 1,4. Более того, если вы берете вот эту смесь и нагреваете ее, доводите до 40 градусов, здесь T обозначает 40 градусов, она вся скатится к соотношению 80 на 20. Сильнее нагрейте, может, и побольше будет там 90. почему образуется при одной температуре низкой температуре 1,2 а при высокой 1,4? Почему 1,2 понятно? А почему получается 1,4, если сразу тоже понятно, почему 1,2 в 1,4 переходит? Вот это надо сообразить, придумать. Этот переходит в этот. 1,2 в 1,4 может перейти только через образование вот этого катиона и повторную атаку бром-аниона. То есть реакция обратима. И вот здесь нужно написать где-то стрелочку обратимости. Вот к тому катиону и здесь. Но здесь обратимость будет больше, здесь обратимость будет меньше. Опять же, почему больше, почему меньше. Вот она энергия активации, чтобы перейти из продукта в катион. И вот она энергия активации, чтобы перейти из 1,4 продукта в катион. Вот. и это тоже такой классический случай. Значит, в большинстве реакций кинетические и термодинамические контроли совпадают, но вот есть несколько реакций, где они не совпадают. На самом деле, я не знаю, как вы это сейчас себе чувствуете, но это, в общем, простая вещь. Простая вещь. Несложная. Теперь, что будет, если присоединяться будет бром. Примерно то же самое. При низкой температуре 1,2 я не буду писать реакцию присоединения брома. Что ее писать? Вот. Или написать. А давайте проголосуем. Написать реакцию присоединения брома. Кто хочет? О, девушки хотят, все. Один человек захотел, все. Давайте быстро. Ну, я буду писать так, чтобы было мало комментариев. Но конспект от этого только выиграет. Значит, CH2 CH CH CH2 плюс бром 2 получается продукт CH2 бром CH бром CH CH2 это 1,2 и бром CH2 CH CH CH2 бром это 1,4 это 1,2 вот вот соотношение для брома двоечку скорее напишу здесь соотношение для брома примерно такое же но раз уж мы говорим значит смотрите тут минус 80 градусов 80 на 20 ну, то же самое ну, то же самое минус 80 градусов Цельсия 1,2 80 1,4 20 процентов плюс 60 почему-то здесь плюс 60 здесь 10 здесь 90 ну, то же самое электрофилов много разных некоторые электрофилы никогда не дают 1,4 аддукты ну, не дают и не дают и в общем понятно почему перепишите просто это не самый главный вопрос в нашей теме вот какие электрофилы не дают но тем не менее это полезно значит не дают сульфенхлориды карбены бор-аш-3 и 1,4 эпоксидирования тоже не идет и это очень понятно почему не идет потому что смотрите присоединение сульфенхлоридов идет через мостик мостик 1,2 между соседними углеродами трехчленной циклы это нормально мостик между системой 1,4 это уже невозможно карбен вообще синхронная реакция как известно вот тоже не может сразу 1,4 это сделать бор-аш-3 четырехчленное переходное состояние четырехчленное на двойную связь нормально сделать на длинную систему 1,4 но никак и 1,4 эпоксидирование тоже синхронная реакция как я вам говорил эпоксидирование двойной связи так а теперь самый главный синтетический метод в химии диенов реакция Дильса-Альдера Дильс-Альдер немецкие химики открыли эту реакцию где-то в 20-е годы но пока ведь откроешь пока она завоюет общее признание прошло 30 лет тем более что там была еще война Вторая мировая они получили Нобелевскую премию в 1950 году потому что это метод образования ЦЦ-связей а методов образования ЦЦ-связей как я в прошлый раз говорил не так уж много в органической химии не так уж много вот мне хватит пальцев чтобы главные методы перечислить ну одной руки может быть не хватит пальцев на одной руке но на двух точно хватит значит если давайте я из экономии вот эти цифры сотру чтобы здесь подровнять доску а то пропадает значит если взять Диен плюс Алкен нагреть ну естественно это газ это газ нужно давление то у нас получится вот что шестичленный цикл это двойная связь вот реакция Дильс-Альдера естественно это формальное уравнение в таком виде реакция Альдера может пойти но результат ее выход низкий никому это не нужно вот в таком виде но если вам нужно в билете в ответе там младшему брату интересующемуся объяснить что такое реакция Дильс-Альдера вот вы так написали а потом уже начнутся какие-то детали вот вот вы усмехаетесь насчет младшего брата а зря потому что если у вас нет младшего брата или сестры которые интересуются химией то для того чтобы понять какую-то тему самому можно объяснить ну кому можно объяснить если брата нет младшего соседу отличный вариант отличный потому что химики вот они пошли в кофедавку у них всегда есть тема для разговоров органическая химия более того я даже с женой вечерами обсуждаю до сих пор там перед сном она говорит расскажи мне как она биохимик как устроена молекула зона ну значит рассказываю она лучше засыпает от этого а нам ничего не про витамины там рассказывает общий интерес это для знакомства для дружбы для там составления семьи это большое дело но если допустим у вас пока вот соседа нет а он не пришел там значит дома вы приехали некому объясните стенки хотя бы но вслух потому что если вы начинаете что-то объяснять и вот запнулись вот это то что вы плохо сами представляете то что вы хорошо представляете вы не запнетесь поэтому стенка родители бабушка вот бабушки часто спрашивают ну как там внученька у тебя вот а хочешь я тебе расскажу бабушка про реакцию Дильс Альдера вот вслух объяснения всегда очень так если мы хотим сделать реакцию Дильс Альдера все-таки в более таких нормальных условиях желательно может быть в лаборатории то вот классический объект это Диен он жидкий циклический кстати он и называется в реакции Альдера Диен а этот называется Диенофил и получится у нас вот этот вот мостик вот это CH2 группа вот она здесь будет а связь образуется у нас здесь здесь у нас значит что так вот вот она бывшая двойная связь так что-то я лишнего тут нарисовал а вот отсюда конечно так вот значит вот бывший Диенофил он называется это конкретное соединение классическое малииновый ангидрид малииновый ангидрид хорошо в качестве Диенофила иметь соединение содержащее электронно-акцепторные группы хорошо иметь и а так мел не очень удачный попался вот это лучше я вот спортом не занимаюсь регулярно может быть зря но я быстро по коридорам хожу там а еще знаете что я делаю я на лекции когда пишу и когда плохой мел это как теннисист у него правая рука все время более развита когда большим теннисом занимаются да у меня правая рука из-за того что нажимать приходится так электронно-акцепторные группы какие еще классические Диенофилы бывают можно взять самую малиновую кислоту можно взять фумаровую кислоту то же самое только транс можно взять там допустим СН акрилонитрию там СФТОР3 может быть здесь ну другие электронно-акцепторные группы я все конечно не напишу я напишу только какую-нибудь может быть вот сейчас экзотику диазоуксусный эфир например двойная связь НН тоже пожалуйста может участвовать в реакции Дильсальдера даже окись азота даже НО может быть Диенофилом а хорошо когда в Диене донорные заместители ну вот самые распространенные Диены это вот такой значит еще ну вот такой допустим простите САЖ-2 САЖ-2 ну вот такой например значит значит когда я пишу формулы и в узлах не пишу атом углерода в принципе я мог бы и здесь не писать углерод а ставить вот в такой записи вот ну поскольку у нас все-таки учебная лекция вот я здесь все-таки расписал эти углероды вот обратите внимание что вот это соединение вам будет встречаться очень часто в задачах и оно элементарно получается из ацетона но пока я не буду забегать вперед и говорить как оно получается вы напишите легко получается из ацетона так Диена Диенофила может ли быть обратите внимание что в той первой реакции которую я написал Диль Сальдера бутадиен и этилен там не было ни доноров ни акцепторов и поэтому та была система ну плохая низкий выход ну долгая реакция вот кстати реакция Диль Сальдера она тоже как правило проходит в условиях довольно жестких вот здесь например 150 градусов Цельсия 5 часов бывают системы когда реакция Диль Сальдера идет быстро при комнатной температуре например но редко в основном я вам покажу потом условия реакции Диль Сальдера в основном это все-таки условия жесткие может ли быть другой вариант когда Диена в Диене не доноры а акцепторы а в Диенофиле доноры тоже возможно и напишите это тоже возможно но редко и вам не знаю встретиться или нет может встретиться когда Диен электронно-акцепторные группы а Диенофил электронно-донорные группы содержит это тоже хорошо для реакции Диль Сальдера необходимая конформация нециклического Диена обратите внимание что чтобы прошла реакция конформация Диена должна быть С цисоидная давайте один раз это подпишем вот здесь вот место есть С относится к сигма связи поэтому я греческую букву пишу цисоидная ну видно что она из цисоидная сигма цисоидная конформация если же у вас Диен может существовать только в сигма трансоидной конформации ну например сигма транс Д А не возможно пример ну вот какой-нибудь такой Диен он никогда не может быть сигма цисоидным и реакция Диль Сальдера для него невозможна или вот такой Диен тоже невозможно и еще много чего можно писать у меня даже формула есть похитрей она бы в общем-то не очень может быть обязательно но любопытно трет бутил CH 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 бутил трет вроде бы здесь никаких циклов нет и чему бы ему а он у него для него сигма цисоидная невозможно невозможно почему потому что он вот здесь будет геометрически так построен что CH 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 здесь будет бутил трет CH H трет бутил а по пространственным препятствиям трет бутил большой вывернуться ему вокруг этой двойной связи в цисоидную невозможно или очень трудно или это очень высокая температура в общем короче говоря для этого тоже реакция Дильсальдера не идет и этот вот этот пример немножко посложнее чем вот эти но здесь видно сразу здесь ну не сразу видно так необходимая конференция механизм реакции если вы откроете старые какие-нибудь учебники то там механизма либо нет либо там как-то вот расписаны стрелочки в произвольном порядке вот можно взять вот то уравнение он на самом верху бутадиен этилен и на место еще не существующих но образующихся связей направить стрелочки только как их направлять от диена к диенофилу или наоборот непонятно значит для того чтобы не рисовать стрелочки можно записать следующий механизм реакции согласованное стереоспецифичное циклоприсоединение вот буквально эти слова перепишите чтобы не записывать со слов со слуха я их написал согласованное стереоспецифичное циклоприсоединение это означает что перемещение электронов происходит синхронно мы не можем корректно нарисовать стрелочки то ли в одну сторону их писать то ли от одной молекулы то ли к другой то ли навстречу их писать все будет все не будет соответствовать действительности вот присоединение стереоспецифичное будет означать что если я вам пример и потом покажу но вот лучше всего вот на этом примере вот мы взяли цис такую дикарбоновую кислоту называется малииновая кислота геометрия вот этого фрагмента сохранится в аддукте сейчас будет картинка с разными аддуктами и вы оттуда сможете либо что-то писать себе ну там одно уравнение либо просто посмотреть либо потом сказать картинка из курса и там найти зато значит за реакцию дилиса альдера дали нобелевскую премию а за то что значит вудворд и гофман объяснили механизм рассчитали объяснили механизм этой реакции им тоже дали нобелевскую премию не помню то ли в 77 году то ли 81 может быть 8 нет 81 наверное вот 82 я встречался с гофманом тут на конференции под Москвой он к нам приезжал делать доклад пачку сигарет мне подарил она долго лежала но потом значит я ее вытянул уже или она в общем куда-то пропала вот ага ну вот теперь смотрите несколько можно даже чуть-чуть шторы опустить несколько примеров не надо все списывать это все ксерокопия из учебника вот что хотел я показать этим примером значит что высокие выходы в этой реакции там 70% для цис 95% для транс все можно написать выходы высокие вот здесь стрелочки показан пример этих стрелочек ну можно их было любым способом рисовать это все не очень корректно вот пример когда реакция дельсальдера идет при 25 градусах начинает идти это циклопентадиен если его взять он стоит в банке он сам начинает демеризоваться вот в такой вот аддукт потом нагрели аддукт он опять превратился в циклопентадиен а циклопентадиен это очень такое важное исходное соединение для синтеза разных металлорганических соединений вот вот вам пример то самое что из ацетона легко делается здесь акриловый альдегид ну вот опять 100 градусов 5 часов вы не обязаны помнить там 100 градусов 150 градусов это называется просто Т или если высокая температура ТТ вот как правило так вот еще один пример ну чуть более вот здесь цис расположение групп сложных эфирных оно сохраняется в аддукте вот эти клинышки обозначают что здесь эти связи направлены на нас выход считайте что это 70% то есть высокий вот любопытный пример вот этот пример я бы может быть записал или просто хотя бы вписал фуран в список диенов вон там на доске фуран вообще-то это ароматическое соединение для него характерны реакции электрофильного замещения как для бензола ну в меньшей степени но характерны то есть казалось бы это в общем-то довольно устойчивая ароматическая структура но тем не менее в случае фурана фуран не может устоять перед силой диенофила это смотрите здесь взят в качестве диенофила кстати ацетилен дикарбоновый эфир то есть диенофила может быть тройная связь подпишите туда в диенофилы еще что-нибудь с тройной связью там тройная связь там что угодно значит когда я закончил университет и прослушал курс и потом еще значит сдал какие-то экзамены но тем не менее химия в общем наука если не бесконечная то настолько разнообразная что всего знать не может ни один профессор ни один академик и чем человек старше он специализация все уже хотя сейчас и обратная тенденция происходит когда специалисту в органической химии нужно разбираться там в коллоидной химии спектроскопии там в нано структурах что-нибудь в биохимии вот этого как бы 30 лет назад не было но вот я приезжаю на одну конференцию там стендовые доклады я хожу я отличник я хорошо знаю так как мне кажется органической химии но некоторые реакции смотрю не доходит что там происходит вот ну упустил я когда был в курсе у нас не было а реакция была вот какая еновая реакция напишите пример еновой реакции оказывается синхронное согласованное стереоспецифичное присоединение может происходить не только я не сказал цикл присоединения да смотрите я сказал присоединение может происходить не только для диенов но и для алкенов и в качестве вместо второй двойной связи выступает обычная сигма связь углерод водород реакция согласованная стрелочки условные образуется связь вот здесь цц двойная связь образуется здесь а водород просто переходит к этому углероду если почему эта реакция сразу была не очень как-то вот я посмотрел там не очень понятно потому что смотрите формально если посмотреть на эту реакцию это присоединение цэш связи под этой двойной связи да вот разверните вот здесь вот эту группу вверх и как будто бы цэш связь присоединилась под двойной связи но как-то в голове не умещается да но если знать что вот существует такая иеновая реакция и такое возможно и они тоже распространены и тоже их впервые обнаружили тоже кстати там я не помню кто дильс или альдер но они писали о них уже там в 20-е года просто это редкий пример и в билете может быть у вас там будут диены 1 2 1 4 присоединения реакция дильсальдера может быть в билете вопрос понятия о иеновых реакциях вот на вашем уровне третьего курса общего потока достаточно привести один пример и сказать что иеновая реакция это когда вместо диена будет алкен вот цэш связи и вот пример если вот этот пример немножко сложноват то вот этот пример очень простой потому что здесь вот это вот енофил это же теперь не диенафил нет диена это енофил а это ен он выделен двумя атомами азота это диазокусный эфир ну и вот формально как будто бы цэш связь присоединилась по цэш связь присоединилась по нн а реально это еновая реакция вот вы один приводите пример согласованная стереоспецифичная и на этом заканчиваете а будет встречаться она вам дальше на химинефти кстати может встречаться так значит теперь смотрите какая вещь получается вот мы взяли реакцию которую я на доске вам писал не знаю то ли мне повторить на доске то ли достаточно этой красивой картинки может быть мы обойдемся я не буду ее повторять на доске здесь картинка красивая она останется на перерыв который у нас скоро наступит ее можно будет срисовать красиво если диен реагирует с диенофилом малииновый ангидрид то аддукт может образоваться двух типов где вот это вот фрагмент диенофила загнут как бы внутрь и где этот фрагмент диенофила торчит вверх и оказывается значит это ведь будут диастереомеры да если вот мы вспомним что мы недавно проходили это и оказывается что в основном образуется эндоаддукт эндо но эндо обычно это префикс который обозначает внутрь а экз это то что торчит если у вас там трудности с запоминанием терминов ну всегда хороши какие-то мнемонические правила какие-то ассоциации вот ну вот смотрите я например когда был в вашем возрасте я вот экз эндо экз что-то такое вот чешется а чешется что что имеет какие-то острые края вот он корявый такой это экз а эндо он кругленький такой в прошлый раз когда мы с вами говорили о реакции санагаширы мне один из студентов задал вопрос откройте то место где вы что-то написали про реакцию санагаширы и я считаю что этот вопрос не только для одного студента полезен но и для всех там в реакции фигурирует R йод который из ацеталинида меди дает собственно вот это вот место вопрос был такой какой может быть R самое главное что R не равно алкил кроме трех примеров главных может быть метил но метил редко используется но не очень нужно может быть алил значит напишите может быть метил алил и бензил вот они могут быть этил пропил и так далее не могут R может быть орил и всякие замещенные орилы может быть винил и всякие замещенные винилы ну вот то есть должен быть галоген йод связанный с SP2 углеродом а если SP3 только очень узкие области почему я об этом не сказал потому что у вас будет реакция санагаширы и вот это справедливо вообще для всех реакций кросс-сочетания вопрос почему не вдаваясь в детали механизма не отнимая хлеб у Чепракова который будет про это подробно говорить скажу что во всех алкивах кроме этих возможно элиминирование H-йод и оно и происходит и можно написать комментарий там где возможно элиминирование H-йод вводить в реакцию кросс-сочетания и в реакцию санагаширы нельзя как вы видите в метиле невозможно элиминирование здесь тоже невозможно элиминирование чтобы йод ушел отсюда и водород отсюда никогда и здесь тоже невозможно понятно что я вот сейчас поискал у меня вот нет красивой картинки объяснения почему главным продуктом является эндо и минорным продуктом является экза я вам объясню это на словах а вы напишите комментарий когда когда образуется эндо то здесь в переходном состоянии осуществляется взаимодействие двойных связей СО электронных орбиталей это же тоже гантельки здесь да это СП2 углерод и вот этих двойных связей тоже с гантельками которые представляют из себя П-орбитали образующие П-связь да вот такое взаимодействие имеет небольшую выгоду и способствует протеканию реакции с образованием эндо продукта а здесь как вы видите этого взаимодействия нет кстати еще вещь которую ну хорошо бы вы записали вот там где я говорю процессоидные конформации для реакции дельсальдера откройте то место в конспекте и допишите вот такую вещь у вас вот если вы берете диен то он же находится в равновесии сколько вы думаете в этом равновесии находится диена в трансоидной конформации ну и риторический вопрос можно так пальцем в небо попасть 99% а здесь один но тем не менее реакция через это не пойдет а через это пойдет ну и дальше принцип лештелье и так далее мне кажется я вам давал какой-то пример когда одного соединения мало давал вот хорошо выкиваете я на весь зал экстраполирую значит все должны помнить дайте еще так дельта h минус 2,4 кал кал на моль здесь что такое 2,4 дельта h 2,4 да ерунда это там это близко к вращению к информационным переходам для алканов ну ерунда легко достижим так ладно это я свои хвосты обозначил теперь мы едем дальше несколько правил для реакции дельсальдера вот этого нет в учебниках в явном виде и это как бы экстракт о чем-то я уже сказал но если вы это напишите в виде вот такой для себя заметочки отдельной то вам это поможет при подготовке к алековому или к экзамену а должен сказать что диены это последняя лекция в цикле алканы алкены ацетилены диены после этого калеквиум и после этого мы на следующей лекции а может быть уже сегодня начнем потому что я никогда не буду вас отпускать на 5 минут раньше даже если мы какую-то тему закончим может быть мы и сегодня уже перейдем к следующей теме так электронно-акцепторные заместители у диена фила электрон-донорную диена ускоряют реакцию я говорил об этом так мне нужен ответ да вот да правильно обратные тоже ускоряют реакцию эндем а ну собственно здесь все что это резюме вот по трем этим самым по трем правилам о которых я уже сказал но если вы их в одном месте как-то запишите это будет удобнее для конспекта вот а теперь материал который находится на грани факультативного и который не будет в экзамене но мне кажется знание этого правила оно немножко сделает систему знаний при акции Дельсальдера у вас более устойчивой значит что как какой подзаголовочек вам написать региоселективность ДА заглавными буквами да прописными и в кавычках ортопара ориентация ну естественно ортопара можно писать О П ортопара пишется курсивом всегда ОП но у вас и так курсив в конспекте сделали подзаголовочек вот говорим теперь портопара ориентация вот смотрите если мы берем несимметричный Диен и несимметричный Диена Фил то ориентация их взаимная может быть двумя способами когда Z торчит вот вверх и когда Z торчит вниз сразу скажу что у вас не будет задач вот на эту тему если вам очень захочется синтезировать продукт несимметричный то скорее всего синтез его не будет реакцией Дильсальдера потому что это материал такой наполовину факультативный то есть дополнительный но важный смотрите возможно два варианта так вот оказывается что отдукта 65 так называемого орта в кавычках это же не орта настоящая орта это для бензола да а здесь это в кавычках по отношению к продукту мета в кавычках будет всегда примерно в 5 раз больше а то и в 10 раз больше и вот примеры заместителей значит метил или другой алкил и здесь классические заместители электронно-акцепторные но в данном случае только один Z заместитель что вы списываете вы списываете вот это уравнение пишите орта в кавычках мета в кавычках орта всегда больше почему вот объяснение здесь уже намного более сложное поскольку вообще вот мы сейчас поговорим о том собственно почему вот эти реакции 4 плюс 2 циклоприсоединения протекают легко 4 и 2 ну а ну и как раз диен такой так 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 диенофил а 2 плюс 2 реакция циклоприсоединения не пойдет вот через несколько минут мы об этом поговорим и на уровне для домохозяек ну я что без обид это на простом уровне я же не имею ввиду что здесь там домохозяйки сидят простое объяснение которое даст представление о том что придумали Вудвард и Гоффман со своим математическим аппаратом как они объяснили механизм реакции стереохимия там и так далее орто пары эффекты значит списывать целиком не надо вот эти примеры вот эти примеры тоже не обязательно списывать я говорю что конфигурация диена диенофила сохраняется вот это просто иллюстрация поэтому вот смотрите вот диен с разным расположением значит здесь транс и транс да и здесь цис и транс и в результате реакции которая происходит в довольно жестких условиях 150 градусов бензол 15 часов получается вот такая конфигурация заместителей в шестичленном цикле и это тоже хорошо объясняется теорией Вудварда Гоффмана но кто хочет поподробнее про теорию Вудварда Гоффмана узнать один человек всего так вот девушке особенно приятно так молодые люди 4 но все кто пойдут на кафедру органической химии распределяться у вас будет спецкурс там будет подробно это все обсуждено на трех или может быть даже на четырех лекциях и профессор который читает там лекции она очень ревниво относится к тому что я рассказываю это ты не рассказывай это не рассказывай это все я расскажу вот поэтому все это вот факультативно вот а теперь смотрите я сейчас буду рисовать на доске то что здесь написано в виде красивых картинок подаренном подаренных мне можно так сказать американским дядюшкой на самом деле это бывший нас выпускник который долгое время на кафедре работал который просто вот ну как многие уехали в Америку там преподает и он мне в какой-то момент вот эти прозрачки они уже отказались от прозрачка мы еще ими пользовались отдал эти прозрачки вот с них я сделал кферокопию и так чтобы понять вот почему некоторые реакции циклоприсоединения идут а почему нет начнем с простого примера вот этилен если вы будете нагревать этилен до какой бы температуры вы его не нагрели вы никогда не получите продукт 2 плюс 2 циклоприсоединения 2 плюс 2 термически запрещено но если вы будете этилен облучать светом ну желательно такой свет пожестче то вы получите продукт 2 плюс 2 фото химическое разрешено вот теперь оставим здесь место и напишем следующую систему повторю реакцию дель сальдера 4 плюс 2 термическая разрешено 4 плюс 2 квадратных скобочках 4 плюс 2 фотохимическое запрещено фотохимическое запрещено что такое запрещено разрешено запрещено это означает просто очень высокая энергия активации ну и просто вы там сколько не будете там пыжиться не пройдет она очень высокая энергия активации как объяснили это вудворгофм с точки зрения орбитального подхода значит для того чтобы прошла реакция нужно чтобы ВЗМО этилена выглядит вот так вот это пи а низшее свободное этилена выглядит вот так вот заштрихованное это область волновой функции с одинаковым знаком можете условно поставить там где заштриховано плюс там где не заштриховано минус для того чтобы это пи со звездой и разрыхляющей для того чтобы произошло присоединение термическое нужно чтобы высшее заполненное молекулярное орбитали одной молекулы прореагировалось ниже свободно молекулярной орбитали другой молекулы но наверное вы помните может быть с первого курса может быть у вас сейчас одновременно идут там строение молекул что перекрывание орбитали вот электронных взаимодействия возможно когда знак волновой функции одинаковый кто кто это забыл или как бы не очень хорошо представляет напишите еще раз для перекрывания электронных орбиталей знак волновой функции должен быть одинаковым здесь он одинаковый а здесь он разный термическая реакция невозможно если же вы проводите реакцию фотохимическую то при энергичном облучении там длина волны я вам говорил 171 нанометр лучше всего подходит чтобы забросить электрон на низшую свободную молекулярную орбиталь что у вас тогда будет у вас будет взаимодействие если вы вот взяли вот эту орбиталь и облучили h ню то когда у вас электрон забросился наверх у вас он забросился вот на эту разрыхляющую орбиталь это теперь в змо высшая заполненная молекулярная орбиталь в возбужденном ну светом возбужденным h не у я напишу можно написать светом этилене этилене вот а низшая свободная молекулярная орбиталь у другой молекул она вот какая нсмо в обычной невозбужденной молекуле что вы видите возможно перекрывание волновых орбиталей имеющих волновые функции с одинаковым знаком поэтому фотохимическая демилизация этилена возможно вот вполне возможно что на экзамене вас могут спросить ну а как вот объяснить на таком примитивном уровне что для этилена идет фотохимическая реакция демилизации а вот термическая не идет вот объяснение теперь то же самое с бутадиеном устройство молекулярных орбиталей бутадиена значит у него две пи-орбитали на самой низшей вот как выглядит самая низшая вот как расположены знаки волновых функций это пи-1 начал я слишком близко все не уместится придется мне сейчас вот это стереть вот ну а вы тогда здесь еще должно поместиться три вот этих вот орбиталей ну вы там как-нибудь сделайте чтобы у вас уместилось или начните заново там нужно четыре орбитали расположить так пи-2 высшая заполненная молекулярная орбиталь имеет вот такую конфигурацию здесь здесь есть один узел который означает изменение знака волновой функции п-орбиталей образующих пи-связь так низшая свободная молекулярная орбиталь пи-3 со звездой имеет такую конфигурацию здесь уже два узла две точки где знак волновой функции меняется и наконец пи-4 со звездой еще более высокая энергия у нее вот теперь смотрите это все у нас для диена если мы возьмем этилен как диена фил то молекулярные орбитали этилена вон они написаны я их повторю еще раз давайте я их только вот так вот расположу боком немножечко и немножечко на 90 градусов разверну это это у меня для этилена пи-1 а это разрыхляющее пи-2 со звездой ну можно пи-2 со звездой можно пи-1 со звездой там это не принципиально самое главное что это низшее свободное а это высшее заполненное так вот чтобы прошла термическая реакция дельса альдера для дельса альдера в скобках термическая нужно чтобы в СМО диена реагировала с НСМО алкена пожалуйста можно наоборот или низшая свободная молекулярная орбиталь диена плюс высшая заполненная молекулярная орбиталь этилена ради бога вот теперь смотрите мы один случай рассмотрим вот на этом графике что будет хорошо что нет вот смотрите вот высшая заполненная молекулярная орбиталь диена вот этот случай да вот здесь закрашена сверху а здесь сверху не закрашена а теперь смотрите нам для этого нужно низшую свободную молекулярную орбиталь вот она вот теперь смотрите мы вот это двигаем 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 сюда вот эта часть перекрывается у нас вот с этой частью орбитали, а это перекрывается с этой частью орбитали. Вы видите, что перекрывание, ну хорошо видно, что перекрывание корректное, да, способствует реакции. Второй вариант, низшая свободная молекулярная орбиталь. Вот она, удиена, должна с ВЗМО алкена. Двигаем, двигаем, двигаем сюда, смотрите по краям, это перекрывается с этим, это перекрывается с этим, опять хорошо. Ну вот, ну по-моему не очень сложное объяснение. Вот хорошо меня первый ряд поддерживает. Так, то же самое, что я вам нарисовал на доске, вы можете посмотреть здесь. Вот они орбитали, вот знаки волновых функций, плюс-минус или там красный, синий. Вот низшая свободная молекулярная орбиталь, на ней два электрона. Вот я там не писал, что там два электрона, но напишите там сбоку p1, на ней два электрона находится. И здесь два электрона на p2, да. Вот как волновые функции выглядят. Вот p3, вот p4, вот. Кстати, кто-нибудь носит с собой фломастера разного цвета, чтобы что-нибудь выделять, подчеркивать? Есть? О, ну мало. Мне однажды попался конспект моей лекции студента, который не просто фломастерами все это расписывал, он еще все анекдоты записывал, которые я рассказывал. И я когда увидел вот этот конспект, это просто шедевр конспектов был. Я сказал, слушай, оставь мне его, пожалуйста, когда он будет не нужен. И он у меня долгое время был, но потом мы делали ремонт, переезжали, и вот где-то в этот момент он потерялся. А так бы вот его принести этот конспект, показать, причем это не девушка писала там аккуратно, а это писал молодой человек. Но, правда, он признался, что он этот конспект корректировал, переписывал еще. То есть это не то, что записано прямо с голоса. Вот. Если хороший конспект, записанный аккуратно, то им очень удобно пользоваться. Когда меня в первый год лекции прочитал, мне сказали, слушай, дай твои эти черновички там посмотреть. Я говорю, вы в них ничего не поймете, они вот так вот все написаны, а у меня в основном здесь это все. А вы лучше возьмите хороший конспект у кого-нибудь из студентов. И действительно, конспекты иногда бывают супер. Итак, возможно, два варианта. Этот и этот. А все же, что лучше и можно ли сделать между ними выбор? Выбор сделать можно. Вот этот материал факультативный. И поэтому, если сможете переписать, перепишите. Если не сможете, просто послушайте, что выбор сделать можно. Значит, можно рассчитать энергии орбиталей. Вот, смотрите, вот диен. Вот у него низшая. Это, простите, высшая заполненная. Она имеет, значит, выгодная по энергии орбиталь. И вот низшая свободная. Да? Плюс 0,8. А вот диена фил. У него низшая, простите, высшая занятая и низшая свободная. Взаимодействие будет хорошим тогда, когда разница между вот этими орбиталями, либо это ВЗМО, НСМО так, либо это НСМО, ВЗМО вот таким образом. Когда разница по энергии меньше, то взаимодействие пойдет лучше. Вот расчетные данные по энергии этих орбиталей в электронных вольтах показывают, что все-таки ВЗМО диена лучше, чтобы реагировал с НСМО алкена. Можете там комментарий написать. Вот первый вариант, вон он ВЗМО, это лучше. Ну а цифры, это так, я, мне очень картинка понравилась. И я считаю, что цифры, они подкрепляют материал, но для запоминания не являются обязательными, так же, как и вот этот выбор, тоже не обязательно. Вот. Значит, когда наоборот, высшая заполненная здесь, а здесь низшая свободная, разница, видите, она больше. А вот очень важный момент, это катализаторы. Оказывается, вот в этой синхронной, стереоспецифичной реакции цикла присоединения катализаторы тоже важны. И они взаимодействуют с исходными соединениями, понижают энергию орбиталей и ускоряют реакцию таким образом. Вот смотрите, для этой же самой реакции вариант, когда добавляется катализатор. Обычно катализатором является кислота Льюиса, которая для простоты, если ведутся расчеты, то трудно рассчитать энергию орбиталей, если там вы берете цинк-хор-2 или алюминий-хор-3, как кислоту Льюиса. А легко рассчитать, ну легче, когда кислота это просто протон. Ну понятно, да? Для него легче рассчитать. Вот для протона посчитали энергию высшей заполненной и низшей свободной. И получилось, что если вот этот ген в протонированной форме реагирует с этим Диеном, то у него, посмотрите, низшая свободная минус 7 электроновольт, а у этого высшая заполненная минус 8,57. Разница 1,57 электроновольт. Взаимодействие очень легкое будет, если здесь будет кислота Льюиса. Вот. Значит, вы что пишете? Кислоты Льюиса могут ускорять реакцию, так как они понижают энергию низшей свободной молекулярной орбитали. Это в скобках. А не в скобках кислоты Льюиса могут ускорять реакцию. Вот картинка, которую я искал. Ну, собственно, я про нее уже проговорил. Это картинка для ознакомления, ничего списывать не надо. Вот она должна объяснить, почему образуется эндоаддукт. И вот здесь вот взаимодействие, то, что я сказал на словах, вы написали одной фразой, вот оно разрисовано. Ну, эти же вот рисунки, они на основании расчетов сделаны. То есть это не просто взяли, там, заштриховали. Значит, о Лене. Я вам про хиральность о Лене в чем-нибудь говорил? О! Ну, хотелось бы все равно, чтобы вы так реагировали более активно, но меня вполне так удовлетворяет. Говорил. Значит, про Лене. О них надо иметь понятие. И чтобы как бы это понятие закрепить, ну, Лене. Лене встречаются в природе, но редко. Очень активные. Химия богатая. Но мы с вами рассмотрим только одну реакцию с Ленами. Это присоединение H-бром. И давайте использовать наши знания, полученные уже ранее, чтобы решить вопрос, как будет присоединяться H-бром по правилу Марковникова или против правила Марковникова. Значит, если это по Марковникову, то у нас M пишем CH2C плюс CH3, да, и бром-минус, соответственно, пойдет сюда. А если это АМ, то у нас здесь CH2CHCH2 плюс, и бром-минус пойдет сюда. Значит, нам надо из этих двух катионов выбрать более стабильный. И, соответственно, мы пойдем по правилу Марковникова или против правилу Марковникова идет реакция. Выбирать будем сначала голосованием. На формулу посмотрели. Прониклись. Вот сейчас проверим, как вы. Кто за то, что этот катион более стабильный и реакция пойдет в эту сторону? Подняли руки. Так. Мне кажется, что уже ясно, что большинство будет. Кто считает, что этот катион более стабильный? Раз. Два. Ой, девочки. Просто не ожидал. Три. Четыре. Вот. А теперь давайте послушаем правильный ответ. Вот у вас модельки перед вами стоят альленов. Если присоединился вот сюда водород, то плюс образовался на этом вот углероде. Согласны? Как расположены электронные орбитали вот у этого углерода? Они расположены перпендикулярно вот этим вот. И поэтому то, что этот нижний катион похож на альлилкатион, ничего не значит. Это не альлилкатион. У него нет стабилизации, потому что у него вот этот плюс лежит на орбитали перпендикулярный. Вот и так и напишите. Это не альлил. Стабилизации нет. И реакция через этот катион не идет. Я вас поздравляю. Но вы, возможно, да, возможно, вы это знали, но для меня не важно, знали вы или быстро сообразили. Абсолютно не важно. Вот. В данном случае идет по правилу Марковникова. Значит, сразу скажу, что это частный случай. Если вы начнете вводить заместители сюда, вот метил какой-нибудь введете сбоку сюда вот, то уже там влияние любых заместителей будет такое, что там уже может быть все наоборот. Там уже метил будет стабилизировать. И это можно просто приписать. Мы это частный случай. А для какого-нибудь вот такого CH CH2 там уже будет по Марковникову, там уже надо учитывать действие метила. И там не распространяется. Но согласитесь, что пример вот с простым оленом любопытный, да? Ну, интересный. Вот. Ну, вы знаете, тут много чего вот при соединении ажбром колену, много чего не скажешь. Каучук. Каучук это то, что вы проходили наверное в школе. Значит, каучук получается при полимеризации изопрена вот этот вот С5-H8 Диен изопрен исключительно широко распространен в природе в растениях и он является как бы родоначальником огромного класса природных органических соединений, которые называются терпены. Если мы возьмем С5-H8-N это терпены. С5-H8-N это значит, что где-то может быть там чуть-чуть прогидрировано, где-то может быть функциональная группа, нельзя вот к этому С5-H8-N относиться буквально. С5-H8-N а там С5-H10 нет, или там гидроксил есть, нет. Это условное такое примерное правило. Почему именно вот этот фрагмент широко распространен в природе я вам расскажу наверное в мае следующего года. Там мы разберем механизм его биосинтеза. Так, как бы у меня не потухло тут все. А если вот это изопрен полимеризуется, то получается каучук. Каучук мы напишем что такое. значит вот фрагмент раз, два, три, четыре, пять. Здесь цис расположение связи. Цис это каучук. Может быть транс расположение N. Здесь N. Но это тогда будет не каучук, а гуттаперча. Она по, ну это вам рассказывали наверное в школе, а может быть нет, она по физическим свойствам сильно отличается. Она жесткая, а каучук мягкий. Вот примеры, можно подойти после лекции потрогать. Значит, каучук получают как значит в тропических странах есть такое дерево гивея, многие слышали, а кто-то, может быть, был во Вьетнаме и видел, никто еще не был. Я понимаю, студентов, конечно, финансово всегда напряженно, но Вьетнам одно из хороших мест, куда стоит поехать, хотя лететь далеко, но много там плюсов, еда дешевая и вообще интересная очень страна и памятников много архитектурных. Там еще есть плантации гивеи, если на гивее сделать надрез, получается латекс, это сок гивеи, если добавить сюда уксанной кислоты, чего мы делать не будем, потому что все, что у нас осталось еще где-то при советской власти кто-то привез все это в комок вот слипнется, вот в такое вот то, что получилось. Из этого дальше можно делать каучук, но каучук будет вот он видите такой мягкий, с плохими физико-химическими свойствами, он еще липкий может быть, чтобы каучук был хорошего качества, проводят вулканизацию каучука, сшивают вот эти вот цепи десульфидными мостиками. С. напишем С-8 получаются С-С-С-С это вулканизированный каучук, который собственно идет на изготовление покрышек. Значит до войны Советский Союз был отрезан от природных источников латекса и у нас не растет к сожалению гивея, но растет коксагыз, вот такие корешки, которые сажали в Крыму, в Южной Украине, в Казахстане, и из них добывали вот это вот значит тоже сок, ну была технология, можно было делать каучук природный. А поскольку потребность нашей промышленности, там автомобили, там армия была большая, изобрели способ, как делать синтетический каучук из картошки. Картошки, слава Богу, у нас много. Я в двух словах об этом скажу, у меня еще время есть сегодня. Дело в том, что природный каучук, он намного лучше по физико-химическим характеристикам, дает резину после вулканизации намного более высокого качества. А синтетический каучук вот из картошки, он дает низкого качества резину. Вот например, мне такую цифру говорили, я могу ошибиться немножечко, но вот покрышки для сверхзвуковых самолетов. Ну знаете, самолет садится, там покрышки очень быстро стираются, там дым идет такой, да, видели, наверное, не один раз. Вот. Если делать из синтетического каучука, то это, допустим, на 10 посадок хватит, а потом менять, или там можно на 20. А если делать из природного каучука, я природный сказал, да, или я ошибся, значит, если делать из природного, то там на 10-20, а если делать из синтетического, то как ни старайся, там, ну, 2-3 посадки. Вот. Кстати, Вьетнам одно из мест, где вот это произрастает, поэтому интерес был не только в поддержке Вьетнама, в Вьетнамской войне, и у американцев, и у нас, не только в поддержке социалистического государства в Азии, но еще и доступ вот к таким плантациям. Я два раза в Вьетнаме был, очень большое впечатление произвел, но поскольку я не езжу два раза в одно место, вряд ли сам заеду, но вам рекомендую, когда будут деньги, съездить. Так, каучук. Теперь остается буквально две минуты. Ну вот это изопрен еще, а, кстати, плантация гивеи, посмотрите, какой там воздух, вот эта вот дымка стоит, это выделяется изопрен из этого латекса. Кстати, это загрязнитель окружающей среды, вот, то есть тропические леса, это не легкие планеты, а если там гивеи и вообще вот эти вот эфирные масла, то это загрязнитель, правда, с автомобильным транспортом не сравнится, но тем не менее. Вот несколько природных соединений, в которых фрагменты изопрена присутствуют, то есть это терпены, вот витамин А, посмотрите, видите, у него вот этот фрагмент изопрена присутствует, витамин К, тоже вот он выделен в скобочке. А теперь методы синтеза диенов. Ну, я сегодня успею рассказать только как будто диен делают из картофеля. а остальное, кстати, у нас тоже займет немного времени, потому что мы почти все эти реакции разобрали. Так, у меня одна минута, запишем. Синтез диенов, бутадиен из картофеля, лебедев, советский, русский советский химик, 30-е годы. из картофеля делают крахмал, из крахмала спирт, из спирта С2-H5-OH, С2-H5-OH, С3-CH-OH, С2-CH-2-OH. Значит, реакции, которые внутри происходят, этой стрелочке, они немного выходят за рамки нашей программы. Мы их будем обсуждать в декабре. Ну, я в двух... Это все происходит на катализаторе. Катализатор хромово, там, медный катализатор, все сразу в анпод происходит, но здесь идет сначала окисление в CH3-CHO, потом альдольная конденсация в CH3-CHO-H, CH2-CHO-H, и потом восстановление. Все это в колонне делается. Но это уже технология. А, вот тут все расписано. Здесь из этого дальше отщепляется вода, минус 2H2O, получается бутодиен. Вот бутодиен из картошки. Ну, наверное... Успели записать? Нет. Ну, тогда это вот это единственное, что запишите сегодня. Бутодиен из картошки через 1-3 бутан-диол. А вот если вот это не успели записать, ну, через два месяца, когда у нас будет, ну, это уже будет у вас автоматом просто такие простые вещи. Тогда на сегодня заканчиваем. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Корректор А.Егорова